Привет, друг! Меня зовут Джон Кармилицин, и это одиннадцатый новостной CG-выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. Присмотрись на курс по визуализации в программе Redshift. Всего за три недели доведу тебя до сумасшедшего понимания работы с программой, расскажу интересные фишки с личным созвоном по скайпу и получи на выходе четыре шикарнейших шота для наполнения твоего портфолио. Мы переработали понимание о курсе, поэтому весь материал закрепляется как никогда. Оставил ссылочку внизу. Redshift 3D Metal для Macintosh сейчас находится на стадии закрытого бета-тестирования. Разработчики планируют выпуск открытой бета-версии, либо с выпуском macOS Big Sur Beta, либо вскоре после ее запуска. Redshift будет работать на современном оборудовании Apple с графическим процессором серии Navi или Vega. Ну вот и засуетились. Закупаемся попкорном, чуя, близится что-то невероятное. Embergen Challenge Bombard. Django FX создатели Embergen запустили конкурс совместно с сообществом художников RealTime VFX при поддержке NVIDIA. Тема «Бомбардировка». А это лазеры, бомбы или ледяные глыбы, разбивающиеся в дребезги. И еще множество различных интерпретаций по этой тематике. Embergen Challenge продлится до 31 августа. Будешь участвовать, внимательно прочитая условия. На время конкурса можно получить бесплатную лицензию Embergen. Ну ты понимаешь, о чем я. А как это сделать, смотри по ссылочке в описании. Конференция по компьютерной графике и технологиям Seagraph Asia 2020 пройдет в виртуальном формате уже этой осенью. Даты еще уточняются. Крайний срок заявок на участие в фестивале компьютерной анимации в качестве автора был продлен. До 15 августа у тебя есть возможность отправить свою работу на рассмотрение жюри. Принимается все, что анимировано. На официальном сайте указаны категории проектов, ну и там же ты найдешь все условия участия. Epic Games предоставили бесплатный контент на август в Unreal Marketplace. В доступе появилось радиальное меню для игр, пак с грузовиками и плагин для анимации. Ну и самая интересная коллекция высококачественных фотореалистичных деревьев, а также травы, кустов, папоротников, скал и рек для создания реалистичного тропического леса. Ну и модульный пакет 3D моделей для создания собственной игры. Там находятся сотни настраиваемых стилизованных зданий, различных конструкций, а также полностью проработанный ландшафт местности. Успевай! Вышло обновление Atoms Unreal версии 1.5. Это плагин, интегрирующий Atom Crowd в Unreal Engine. Мы уже говорили об этом софте, но напомним, что Atom Crowd это система для анимации толпы. Улучшена производительность программы, также добавлено много новых функций. Теперь можно импортировать огромную толпу людей на целый стадион. Добавлен модуль движения волны людей на этом самом стадионе. Ну это самое интересное, а более подробную информацию ищи по ссылочке в описании. Quixel обновили библиотеку Mixer Smart Materials и выпустили новое руководство по их настройке. В тутере представлено 44 новых материала и советы по быстрому текстурированию моделей. Миксер находится в бесплатном доступе. Также на YouTube-канале Quixel собрана серия уроков по настройкам Mixer 2020. В плейлисте уже 17 тутеров, и он постоянно пополняется. Представили релиз Corona Render 6 для Cinema 4D. Первоначальная сборка Corona 6 вышла в феврале этого года, и на протяжении нескольких месяцев выпускались ежедневные сборки для тестирования. Разработчики вносили изменения, добавляли новые функции и исправляли ошибки. Сейчас стадия релиза, а это значит, что все запланированные функции внесены, ну и осталось только исправить ошибки. Ну и в скором времени выйдет стабильный выпуск. На данный момент в рендере представлена новая реалистичная модель неба, улучшен редактор Corona Node Editor, а также обновлен сэмплер адаптивного окружения, ну и многое другое. Все подробности ищи по ссылочке в описании. На Substance Source появился новый контент. Обновили серию стилизованных и металлических материалов. Закинули несколько узоров для стен и пола. Для каждого металла настроены элементы ржавчины. Также пополнили коллекцию бесплатных активов. Теперь их более 50. Ссылочку на халяву ищи в описании. Напиши, пожалуйста, в комментариях, нужны ли новости о таких интересных, ну так скажем, материалах. А может быть, хотелось бы вообще что-то совершенно другое. Обязательно прочитаем и примем в учет. На YouTube-канале NVIDIA представлено видео, показывающее, как Substance Alchemist использует преимущества RTX в процессе работы новой функции Image to Material, то есть изображение в материал, которое основано на технологии искусственного интеллекта. Процессоры NVIDIA повышают производительность создания материалов, за счет чего требуется меньшее количество времени на обработку процессов. И выглядит очень даже, учитывая, что эта картинка, это, наверное, первые результаты, которые действительно близки к правде. Пользователи пишут о классных результатах уже сейчас, поэтому это повод затестить. Sony представила свои оптимальные телевизоры для PlayStation 5. И ценник у них начинается от 150 тысяч и доходит до миллиона рублей. Поэтому хватай, пока не разобрали, а возьму таких пару. Некоторые телевизоры серии Bravia получили отметку Ready for PlayStation 5. То есть они максимально адаптированы для консолей по цветопередаче, а также детализации и поддержки высокой частоты кадров, а именно 120 Гц в разрешении 4К, а некоторые модели и до 8К. В общем, ценники такие же адаптированные на брутальных мажоров. Ссылочку даже давать не буду. Скачивай коллекцию бесплатных HDRI в разрешении 16К и 4К на выбор. Их можно использовать в коммерческих целях. Перед загрузкой все HDRI имеют возможность предварительного просмотра. Выбор довольно большой. От себя скажу, что HDRI бомбический, а разнообразие невероятное, очень качественно и круто. Поэтому советую закинуть в избранное в описании. Ubisoft выпустила Mixer. Это надстройка Blender для совместной работы нескольких пользователей в одной и той же сцене одновременно. Система имеет открытый исходный код, что означает, что Mixer можно адаптировать для другого программного обеспечения. Весь проект лежит на GitHub и постоянно обновляется. В это же время Ubisoft запустила запутайся во всем софте челлендж с таким названием. Куиксель будет не рад. Ссылочка в описании. Ну что, ребят, эта неделя была не очень насыщена событиями. Но это лишь затишье перед бурей. Это я вам гарантирую. Подписывайся на канал. Обязательно пиши, что думаешь. Это помогает быстрее, а, уже раскачаться. И скоро выпустим пару необычных роликов. До скорого!